В настоящее время продукты первой необходимости экспортируются из соседних стран. К примеру, в оптовые точки региона картофель привозят из Астраханской, морковь из Волгоградской, капусты из Самарской областей Российской Федерации. А лук из Шамбылской области у жителей города нет возможности приобретать продукты местного производства. Товары в основном из Южно-Казахстанской области и Российской Федерации. Причина низкой урожайности у местных производителей, к сожалению, маловодие и засуха в нашем регионе. Цены на овощи и фрукты не снижаются. Если розничные магазины покупают у оптовиков картофель по 75, морковь и капусту по 100, а лук по 80 тенге, то надбавку своим клиентам делают около 40-50 тенге. Не сказать, что товары из России обходятся дешевле. Здесь много затрат на растаможку и налоговые услуги. Поэтому цена выходит дороже по сравнению с местными производителями. Из-за низкой урожайности в нашем регионе мы вынуждены привозить товары из других областей. Чаще всего жители покупают продукты в супермаркетах. По этой причине члены общественного совета провели мониторинг цен на товары первой необходимости, посетив несколько оптовых и розничных торговых точек. Сейчас средняя цена на хлеб 69 тенге, муку первого сорта 116, сахар 196, рис 297, яйцо 253, а подсолнечное масло местного производства 370 тенге. Мы говорим про продукцию свою, выпускаем на экспорт. Да, это хорошая идея, но, может быть, в первую очередь надо насытить внутренний рынок, а потом уже продавать. Этот вопрос тоже. Мы хотим сегодня просто проехать, посмотреть, проанализировать, а потом вывести результаты и на следующем заседании выработить концепцию предложений, которые мы хотим дать госчиновникам. Экспертная группа намерена и дальше следить за ценовой политикой на местном рынке. Подобные работы планируются и в районных центрах. Проведение мониторинга цен на продукты питания в ближайшее время запланировано в Хамтауском, Шалкарском и Алгинском районах. Кроме того, путем анкетирования и методом интервью планируется проведение опросов среди населения и представителей государственных структур. Помимо мониторинга цен на продукты питания будут проводиться опросы среди населения путем анкетирования. Напомним, эти работы проводятся в рамках проекта развития местного самоуправления. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова